Мы выбираем природу! Долой незаконную стройку! Улица Шоссейная, 8. Вот уже два месяца, как активисты района, сюда наведываются ежедневно. Тревогу хостинцы забили еще в конце января, когда здесь, кстати, на месте бывшего санатория Кавказ, началась вырубка кедровой рощи. Выяснилось, что данный участок хозяин стройплощадки приобрел несколько лет назад. Но, несмотря на это, все действия владельца земли идут вразрез с федеральным законодательством. Нарушает он и градостроительный кодекс, и генплан по застройке курорта. На сегодняшний день они используют лазейки в федеральном законодательстве, позволяющем им строительство на купленных участках индивидуальных. Но в данном случае нет и разрешения на индивидуальное строительство. Хотя уже в интернете размещены цены на предполагаемое возведенное жилье многоквартирного дома. Мы будем собираться неоднократно, ни на одной стройке, на любой стройке будем собираться, будем протестовать, кричать, топтать ногами, все что угодно делать, лишь бы это все прекратилось. Из-за подобных самостроек, как отметил прибывший на митинг глава района, и создается социальное напряжение. Инфраструктура хосты не рассчитана на такое количество высоток, которые в последнее время здесь растут как грибы. Наша основная задача вот таких вот горе-застройщикам не дать возможность вырасти, вырасти с земли, чтобы потом не было у них возможности, так сказать, узаконить свои строения. Помимо всего прочего, жители хосты утверждают, что действия данного недопросовестного застройщика еще и угрожают безопасности жителей. А именно, проходу жителей микрорайона, наших детей, наших пожилых людей, да и нас по пешеходному тротуару, который является единственной дорогой, связывающей микрорайон «Звездочка» с железнодорожным вокзалом хоста, с школой, почтой, да и с морем. Другой дороги с микрорайона «Звездочка», в котором проживает около 4 тысяч населения, просто нет. Дело в том, что тротуар строители решили превратить в съезд для автомобилей. Все возможные административные меры предприняты, по всем фактам нарушения составлены материалы, подготовлены обращения в прокуратуру и другие контролирующие службы. Активисты сдаваться не собираются и планируют дальше помогать местным властям бороться за сохранение звания района хоста «Жемчужина Сочи».